В официальном приз-релизе конторы Тьер-Эсар номер 69 образца конца 19-го, начала 20-го века, точнее просто не определить, случайно попавшего мне на глаза, значилось следующее. Мы производим бритвы клинковые, мы производим бритвы хирургические, а также мы производим бритвы клинковые со сменными лезвиями, изготовленными из шведской стали. Данный энтранс я воспроизвел для понимания того, что я сейчас вам предъявлю. От Вячеслава поступило 8 единиц, 4 из которых требовали полного спектра реновационных работ. Вот каждая из этих четырех бритв из оправы освобождалась, оправы отдельно мылись, чистились, шлифовались, полировались, равно как и клинки. Предварительно вычищались, шлифовались, полировались, далее они в эти оправы собирались. И еще 4 бритвы, которые потребовали просто заточки, скажем так, освежить, что называется, фасочки. Так вот, упомянул я о презрелизе конторы TRSR неспроста, поскольку первая бритва это у нас... Вот он TRSR 69 номер. Полотно было достаточно такое, конечно, уставшее, оно было какое-то черное, но такое бывает со временем. Оно и основание этого фреймбэка, в который заключен, в общем-то. А в данном случае фреймбэк у нас истинный. Вот таким вот образом. Болтик я выкручивал, чтобы отдельно вот эту площадку выполировать. Однако клинок здесь сидит очень и очень плотно, поэтому не стал я его там ничего тормошить. Сидит и хорошо. Вот основанию здесь тоже достал. Но речь не об этом. Речь о вот этой катастрофе, которая произошла в процессе чистки. Я поймал трещину в полотно. Сейчас оно приблизительно короче, наверное, где-то миллиметров на 6. Вот такую вот кривизну я создал, дабы, скажем так, наименьшими потерями обойтись. Как-то очень сильно я на этот счет распереживался и чуть было не всплакнул ровно до того момента, пока я это все решил проверить в микроскоп. И как только я в увеличении рассмотрел, в общем-то, структурно сам клиночек, все мне сразу стало ясно и понятно. Вот сейчас, на данный момент времени, вроде бы как бы, она смотрится как хорошее такое, потенированное, старое полотно, приличное абсолютно. В микромире же это все. Ну, про все полотно я вообще молчу, но имеет оно в приличном объеме выход на фаску, естественно, не на кромку, поскольку с кромки я все это дело убрал. Но, вот это засилье микрокоррозионных вот этих очажков, оно такое ощущение, как их, вот металл как потыкали иголочкой. Они такие маленькие-маленькие-маленькие-маленькие, но они практически на протяженности всей фаски, а точнее сказать, границы фаски и, в общем-то, самого полотна. А вот здесь, в этом месте, их скопления было больше. Соответственно, здесь, поскольку, опять же таки, шведы, это всегда твердо, это всегда плотно и это всегда большой процент углерода. Поэтому и воды они не любят еще больше, чем все остальные. Поэтому произошло следующее. Вот здесь было такое, как бы, скопление по Польше. Испытал при механических, естественно, нагрузках, испытал клиночек перенапряжение и дал вот здесь трещину. Вот такая вот пренеприятная ситуация. Поэтому я, естественно, все работы по ней завершил. Она была, ну, дочищена, понятное дело. Была заточена, фаска была сведена до чистого металла. Естественно, вот эти выходы, микровыходы коррозионные на фаску, от них не избавиться никак, поскольку они по факту распределяются по всей площади самого клинка. Самого металла. Но режущая кромка в данный момент, она абсолютно чистая, абсолютно ровная, как, в общем-то, и во всех остальных, поскольку я за этим слежу крайне внимательно. Единственное, конечно, ну, ни о какой тарификации под данной единицей речи быть не может, поскольку, естественно, произошел этот скол при моем непосредственном участии. Поэтому я перед Вячеславом, я дико извиняюсь, если с его стороны потребуется какая-то, скажем так, ну, штрафная санкция, я готов всецело понести наказание за вот такую вот пренеприятную ситуацию. Во всем же остальном оправа выполирована, естественно. На мельхиоровой пины я везде пособирал бритвы. Ну, вот это, к огромному счастью, единственная такая, единственная омрачающая нота, весь этот яркий такой, яркий букет, к которому мы сейчас безотлагательно будем переходить. Итак, 69-й ТРСР пострадавший. Далее, как я уже и сказал, вот эти оставшиеся три бритвы, они разбирались, разбирались, все вымывалось, вычищалось, потом собирались и потом точились. Вот так выглядит оправа теперь. Это у нас клин. С названием Атлас. Не знаю, чьих кистей. Тоже достаточно-таки серьезно пострадала она от коррозионных процессов. Однако, фасочка, вот обратите внимание, она даже видно, что она, во-первых, она ровная, за исключением вот этого места. Это говорит о том, что очень хорошая слесарная обработка. И, естественно, спасает ситуацию то, что это по факту клин. Все бритвы данной группы были заточены с изолентой, поскольку в подавляющем большинстве случаев, за исключением последней, которой мы еще вернемся, Ребра обуха нетронуты, поэтому решил я так и оставить. Ни на что это, безусловно, не повлияет и повлиять не может. Ни один, ни два, ни три слоя изоленты он не повлияет ни на что, и никак, и никогда. Правка осуществляется точно так же, при использовании любого ремня, даже там колодочного. Абсолютно можно запросто обработать фаску, вообще без забот и хлопот. Так, тем временем мы вот эту единичку уже заканчиваем, идем от корня, номер второй. Упля. Очень красиво получилось восстановить фигаро. Обалденное такое глубокое отравление. Вот так. Фигаро, Де Паутс, номер два. Что у нас тут писано? Пурпо Деликат. На секундочку. Не сенсибль, а именно Деликат. Для особо чувствительной кожи. Обратите внимание. Красивая форма. Прекрасно восстановилась. 100 против 1. Кованая бритва. Поскольку она имеет половинную выборку. При этом, ну здесь я так подозреваю, на глаз 5 восьмых. Но имеет такой значительный вес. Поэтому еще вот эти вот написки по поводу чувствительной кожи, ну равно с ней и, ну как это там, жесткая щетина. Они, ну как мне кажется, они такие более, если так можно выразиться, как поплотнее, чем обычные бритвы. Может быть какие-то особые были требования к термообработке. Ага, еще же я не показал. Вот как спина отработана отлично. Она такая ухватистая и красивая, единовременная. Ну, могли, умели. Что тут скажешь. Старались, думали люди. Номер третий Фигаро. Это точно так же. Разобралась, почистилась. Отшлифовалась, выполировалась и собралась. А это у нас Уильям Стивенс, вероятно. Целебрейтед. Короче, Шеффилд. Нифига не вижу. Такой не широкий, но клин. Клин. Обратно, точно так же. Номер четвертый. Оп. Вейден Бучер. Ну, что, бритва в идеале. Фаски освежил. Точно в таком же идеале и осталось. Ну, только теперь острота получше. Так, и обрабатываем. Это номер пятый. Шестая бритва. Неболятно, что-то подстерлось. Ну, по форме и типу размера Я бы так сказал, что бритва, безусловно, старо-французская. Так, номер шестой. Невероятно роскошная. Крайне редко встречаемая. Исключительно нарядная. Опять же таки, 69 номер. Серебряная модель. Медаль Тьер Исар. Дабл экстра. Спешал стил. Согласен, под каждым словом могу подписаться. Классная сталь. Классная бритва. Четверть выборки. Масса Ньюансов, на которые можно и стоит обращать внимание. Оформление носика. Файлворк на спине. Вот эти изящные насечки. Подпальцевая выемка. Роговая оправа. Все великолепно в наивысшей степени. И обратно. Тьер Исар. Красивая штука. Замыкающая в данной группе Кейп НТ-77 Ничирико Токио Джапэн. Кейп Кеннеди Рейзор К 77-летию Изготовлена данная модель господину Тани Фуджи. Ну, здесь, в общем-то, все все ясно, понятно, прозрачно. Прекрасные стали, так же. Великолепно обрабатывается. Крайне просто, изящно и очень и очень захватывающе наблюдать в микромире как обрабатывает камень фаску. Очень увлекательно, я вам скажу. Все. Все восемь единиц мы с вами осмотрели. Поскольку сейчас уже время позднее. К большому сожалению, пока я не добился, чтобы почта работала круглосуточно. Ну, мне кажется, это временно. Я думаю, и этот момент мы урегулируем. А пока бритвы пакуются. У нас небольшая передышка до утра, поскольку завтра будет обрабатываться уже новый заказ. А предварительно этот заказ естественно, безотлагательно, как, в общем-то, и всегда, отправится законному владельцу. Мне же остается поблагодарить вас за внимание, пожелать приятнейшего вечера. и до скорых встреч в эфире. Пока.